Так, в общем, то тесто мое поднимается. Здесь у меня творог, ну не знаю, килограмм, наверное, где-то. Это домашний творог. В общем, там сколько было в пакете расфасовано, столько я и взяла. Здесь у меня три яйца я добавила. Так, делаю на манке. Раньше я всегда делала на муке. Потом в комментариях ваших почитала. Попробуйте на манке. Ну, на манке мне понравилось. Так, в общем, три яйца. Дальше у меня изюм. Девчата, кому сходила, сейчас купила изюм. Сказала, что продукты пока покупать не буду, пока мы все не доедим. Дальше у меня есть вот такой вот ванилин. Какой-то, знаете, чем пахнет? Пломбиром. Ванилин сливочный вкус. Это мы тоже отправляем сюда. Так, пакетик ванилина. Вкуснючая, наверное, будет. Так, дальше сахара. Я не знаю, сколько сахара, девчата, сколько? Так, раз ложка. Два ложка. Три. Я думаю, четыре. Если вдруг будет не сладко, мы посыпем сверху еще сахарной пудрой. Так, вымешиваем это все дело. Вымешиваем. И добавляем манку сюда, да? Манку, ну, на глаз, ну, я думаю, наверное, ложки три столовых. Вот так. Все, опять вымешиваем. Что-то он какой-то у меня прям рассыпчатый. А так и должно быть. Может, яйцо добавить еще? Должно же быть как-то нерассыпчатый он должен быть, да? Как я его скреплю? Не, наверное, я еще добавлю яйцо. Короче, добавила еще и яйцо, еще и добавила сахар. Это попробовала, что-то оно прям вообще не сладкое. Форма у меня новая. Покупала я ее в светофоре, съемная форма. Но что-то она какая-то такая прям тоненькая железа у нее. И я боюсь в ней жарить просто так, без бумаги. Поэтому я сюда одела пергаментную бумагу. Смазывала маслом на всякий случай прилипания. Ну и все. Выкладываем нашу запеканку. И отправляем. Пока запеканка будет готова, уже, наверное, мои помпушки подойдут. В общем, сегодня, девчата, рубрика наготовила. Наготовила, потому что завтра будет после обзора некогда. И поэтому готовлю на сегодня и на завтра. А там уже дальше что-нибудь придумаем, да? Так. Все разравниваем красивенько. И встанем в духовку. Так, тесто у меня поднялось уже один раз. Теперь я формирую вот такие вот кругляши. И поставим их еще один раз подниматься. Поднимутся и тогда уже в духовку. Так. У меня пока рука не привыкла, разной формы. Но это ничего страшного. Борщ вовсюди, девчата, варю. Мясо уже готово. Мясо вытащила, уже картошку закинула. В общем, сегодня будет прям настоящий борщ. Как говорят, без свеклы не борщ, а свеклой борщ. Сегодня будет прям со свеклой. Прям вот мне со свеклой захотелось. Аж вчера еще вечером у меня уже было страшное слюноотделение. Думаю, либо борща, либо супа какого-нибудь. Хоть чего-нибудь жидкого. Так. Начинает прилипать тесто. Быстро очень поднялось. Наверное, минут за 20. Минут 20 и все готово. Эти дрожжи хорошо очень работают. Прям очень быстро. Чесночок сейчас подготовлю. Потом буду, когда они будут готовы, прям горячие, только в духовке. Смажу их чесночком. Зелень не посмотрела. У меня что-то зелени, по-моему, никакой нету. Можно было бы зелень пустить вместе с чесноком. Так. Кусочек остался. Сейчас мы добавим его в маленькие. У нас вот эта вот маленькая. Так. И вот тут маленькая. Все, девчата, накрываю полотенцем. Не пускай еще раз оно у меня это все дело хорошо поднимется. Все. Так, ну а вот и мой борщик уже на подходе. В общем, мясо было с костями ободрало. Шаньке отдала косточки грызть. Так. Миску сюда отправляю. И зажарка. Зажарка, девчата, убойная получилась. То есть, вот это моя приправа, которую я замораживаю летом. Плюс здесь свекла. Плюс здесь у меня свекла. Вот это моя приправа. Морковка. Морковка. Лучок. В общем, будет сегодня не борщ, а песня. Так. Запах стоит. Обалденный. Так. Перемешиваем. И сейчас сюда жалко. У меня нету зелени. Вообще никакой зелени ни замороженной, ни свежей. Я за зелень забыла. Забыла ее купить. Ну, добавим сейчас чесночка. Сюда лаврушечку. Перчик, огорошка. И тоже будет нормалек. Все красненький. Прям хороший цвет такой. Миско. Все в меру. Так. Вот это у нас 4,5 литра кастрюлька. А раньше, девчата, до моего похудения, как я там говорила, я же много не ем. Мы варили. У нас была кастрюля борща 7 литров. Съедали мы ее за 2 дня. А сейчас аппетиты у всех поумерили. Сейчас я же говорю, Эдик стал смотреть за своим питанием. И вот это сейчас 4,5 литра. Ну, это, наверное, дня 3 будет. Потом мы будем доедать его вместе с шаймкой. Так, соль сюда. Адыгейскую. Так, вот так. Ну, чесночок сейчас выдавлю. 2 минутки прокипит. И все готово. Так, ребятки, ну, запеканка готова. Сидела, ждала, специально включила духовку наверх. Думаю, ну, сейчас чуть-чуть, слегка корочка. И что-то прям так быстро, моментально. Не подгорело, ничего. Ну, прям вот так очень хорошо, скажем так, поджарилось. Ну, в общем, видите, не горело, но чуть-чуть слегка пережарило. Так, теперь я это кольцо открою. Кольцо открою. Пускай оно у меня стоит, остывает. Дальше будем смотреть, что с ней делать. Присыпем ее сахарной пудрой. Так, ну и мои пампушки. Гляньте, как они здорово поднялись. Гляньте, шикарно. Все, пампушки отправляю в духовку. А запеканку посыпем сахарной пудрой, девчата. Вот такую вот штуковину купила в фикс прайсе. Это специально для сахарной пудры. То есть не надо теперь никаких ситечек. Ну, это я так думаю, потому что я ее еще не пробовала, еще и не пользовалась. Не надо вроде бы никаких ситечек. Берешь и вот так вот. О, кстати, прикольная штукенция. Гляньте, а то я еще ситечка насыпаю туда сахарную пудру. Вот тебе и хранить удобно, и посыпать удобно. Так, так что если увидите в фикс прайсе, берите. Хорошая штука. Все, запеканка остывает. Так, ребятки, ну, в общем, готовы мои пампушки. Смотрите, какие они получились. Вот такая вот красота. Теперь, что я сделала. Я взяла чеснок, черный перец. Если бы у меня была зелень, я бы добавила сюда еще зелень. Вот так как у меня нету. Вот чеснок, черный перец и чуть-чуть водички. И быстренько вот этим чесноком все это дело смазываем. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Ой, запах сразу обалденный. Так. Красота. Представляете, как это сейчас будет с борщом. Это же будет обалдеть. А так вообще, если есть укроп, мелко режется сюда укроп. И точно так же вот это все дело смазывается. Все. Реакция пошла. В общем, я думаю, аппетит нагнала, да, кому-то. Может, кто-то тоже завтра возьмет и приготовит борща. У нас такая погода еще. Ну, как бы прям мороза нету, но очень сильный ветер. Такая прям зимняя, зимняя, зимняя. И, в общем, вот это все, что я приготовила, это будет как раз кстати. Ну, в общем, ладно, ребятки, рубрика «Наготовила» закончилась. Всех вас целую, люблю. До Луны и обратно. Всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok